Привет, друзья! Начинаем наши ежедневные влоги. Мы выспались. Я вообще так счастлив. В целом дорога в этот раз далась нелегко. Я прям маялся. Скорей, скорее, скорее. Устал, конечно, от руля. Мы сейчас в Москве, как вы могли догадаться. Время сейчас 15 часов 2 минуты. На улице очень холодно, минус 25. Мы это показывали в предыдущем влоге, когда ехали сюда. К такому у нас жизнь не готовила. Утеплились, барашки, термобелье. Когда приехали домой, было ужасно холодно. Открыт был балкон, окно на кухне. И в итоге у нас на балконе даже взрывалась банка с оленями. И Катя вчера тут вытирала. Вытащили в том числе, потому что оно тоже померзло. Ну, понятное дело, тут вообще мега холодище. Банка вот тут стояла и прям потекла. Ну, все убрали вчера вечером, потому что тут прям чем-то таким неприятным пахло. Все закупорили и сейчас немножко теплеет в квартире. Хочешь еще по магнитику подарим родителям? Ну, выбери, какой нравится. Мы сейчас поедем к маме. Тут у нас куча подарков. Я это все показывать не буду. Будет Катюхин эксклюзив. Обязательно посмотрите потом у нее на канале. Так, вырубаю комп и можно ехать. Сейчас будем охеревать, потому что машина какая бздец, какая холодная. Еще и кожаные сидения. Автоматического подогрева нет. Поедем на Шкоде, потому что я хочу ее еще и на мойку сдать. Она ужасно грязная. И надо будет завтра нам прокатиться на Вольвив. Ты чувствуешь, дышать нечего? Не, я чувствую, что когда делаю глубокий вдох ноздрями, они у меня слепаются. Вот это я действительно чувствую. Ребята, я не приукрашиваю серьезно. Очень холодно. Вот так вот я вчера припарковался. Как мудак. Но места вообще не было. Так. Ну что, пробуем? Я не буду садиться нахрен. Я, наверное, на улице постою. Вот без шуток. Там так холодно будет сейчас. Смотри. Смотри. Да я согласен. Сейчас. Секундочку. Секундочку. Нифига себе. Слышала? Все. Пусть греется. Она даже не сразу схватилась. Пойду я, что ли, в школу заведу? Попробую хотя бы. Она вон рядом. Шкода? Ну, в смысле, Вольво. А мне, что делать? Ну, садись внутрь. Холодно. Согласен. Хочешь перчатку, да. Ну, вы сами, ребят, все слышали. Она даже так с трудом завелась. Тебе нормально сидеть? У тебя шуба такая толстенная. Нет. А я пошел Вольво заводить. Еще и батарейка так быстро садится в камере. В никаком морозе. Они не любят, конечно, таких температур. Так, мой Вольвешник. О, прикольно все замерзло. Ой, как ты тут, моя малышечка? Ну, не завелась. Ну, тоже ей сложненько было. А машинка, конечно, конкретно замерзла, потому что держится больше 1200 оборотов уже в районе 7 минут. Сейчас еще немножко посижу. Дождусь, пока обороты упадут. Бляха-муха, реально, ребят, холодно. Тут все окна у меня сковало. Что лобоухо, что боковые. Все, Вольвешник согрел. Надеюсь, в Коде будет тепло. Че, тачка согрелась, нет? Нет. Ой, бляха-муха, холодно. Ты как, а? Так сейчас прикольно было. Слышь, котел. Я заболела все. Что, за три минуты? Да. А что, шапку сняла? Я ее не снимала. Что, прикольно было? Да я иду такой, думаю, что-то не то. Подошва замерзла, резиновая. Я как каблучками иду. Тык-тык-тык-тык. Ты кое-что забыла сделать. Я включаю, но ледяным дует, выруби. Ледяное, я уже пробовала. Все, надо ехать, и тогда быстрее тачка согреется. Я уж не знаю, сколько градусов было ночью, но бачок у меня замерз, и жидкость не льется. Сколько дней таких холодов? Ну, сегодня вроде такой холод, а дальше там, наверное, на улучшение пойдем чуть-чуть. Но я бы не сказала, что прям... А, ну хотя, смотри. Что там? Так, завтра 17, 14, 18, 16, потом будет 5, 5, 7, 11, а потом 23, а ночью минус 29. Сейчас мы заедем на заправку. Две рисочки осталось после автопутешествия. То есть, что на целый день нам не хватит. Заедем за кофейком. Еще я заметил, что в машине стало гораздо больше шума после того, как я вытащил матрас, потому что он был толстенький, и, ну, по сути, всю вибрацию, все звуки с днища на себя брал. Смотри. Замерз. Я включил подогревами, что-то не идет. Смахнул дворниками. Вижу, блин, снаружи все окей, а внутри как член. Что-то кушать берешь? Кушать, да хрен он знает, хочу я или нет. Вчера просто мы пельмени на ночь глядя наелись. Пол третьего ночи. Почему бы и нет? Замерз весь, ухожился. Ну, ничего, я сейчас кофейку теплого возьму. Ага. И играет в морской бой. Вообще так затягивает. Так смешно было. Я, когда первые игры в онлайн играл, злился очень сильно, если проигрывал. И Катя такой, да ты что так на игру реагируешь? Потом проходит полденечка, просто матерится, такой, ах, ты гаденыш. Было? Было, а я рука делся. Ну, посмотри на меня. Гранда люкс, без лука, с доп сыром. Да? Или нет? Ну, смотри сама. Друзья, у нас вот впереди на Амкаде ТЭЦ. Выглядит так апокалиптично достаточно. Формируют новые облака. Коптят, греют наши квартирки. Да. А там чисто вообще, идеально. Да, с неба чистое на самом деле. Друзья, мы приехали к маме домой. Полную распаковку смотрите у Кати на канале. Тут чаек, Бавария, Урбеч. Ну, это просто бутылочку так. Чисто попробовать. Еще тут всякие разные подарочки. Я хотел сделать акцент, что мама мне подарила. Сейчас вам покажу. Очень классные духи. Я их нюхал в золотом яблоке. И мама вот взяла в подарок. Сейчас я вам заценю их. Сейчас. Немножко неудобно. Одной рукой не открывается. Вот такие духи. Рехаб. Я вам картинку покажу в золотом яблоке. Очень вкусные. На мне они раскрываются как Том Форд. Табак, ваниль. Но они более интересные. Честно, дорогущие. Сорокет стоят. Тут нотки такие. Древесный. Бергамот. Лаванда. Пачули. Блин, офигенные. Понюхайте. Я согласен, что кто-то скажет, что ты чоку-ку. Духи за сорокет. Но мне очень нравятся такие ароматы интересные. Кате мама подарила духи флёр наркотик. Это тоже очень популярный аромат. Блин, мама, конечно, сильно потратилась на духи. Вот у мамы посидели буквально полчасика. Машина полностью остыла. Я пошел вперед, чтобы ее прогреть. Включить всем подогрева сидений. И, кстати, очень классно, что в Октавии греется каждая сидушка. Здесь они кожаные. И если бы его не было подогрева, то это, конечно, охереть. Садишься просто, блин, как будто на холодный асфальт. Жопа моментально замерзает. Сейчас дождусь девчонок. И мы поедем, прокатимся в центр Москвы. Может быть, потом в ТЦ-шку заедем. Ну, посмотрим, подумаем. И заодно сейчас ототру вот этот грязный шлейф. Потому что я уже говорил о том, что у меня незамерзайка замерзла. Решили погреть нашего китайца. Она тоже достаточно долго стоит. Морозы крепкие. Ну, как? Легко завелась? Ну, в общем так. Дин-дин-дин-но. Завелась сразу же, да. Ну, той стартер немножко поработал, да, попердела? Да, да, да. А, ну, нормально. Мы катаемся по центру. Очень красивая иллюминация, друзья. Перед большим театром прям такая композиция. Все яркое. Иллюминация, конечно, в Москве просто толп. Всегда говорил об этом. Ни в одном городе такого не видел. И вот это очень красиво. Да. Она пешеходная улочка дальше. Да, да, да. Она не проездная. Все красиво. Дельский мир, кстати, всегда так украшен, по-моему, и летом тоже. Нет, сейчас мы чуть побольше украсили. Да, да, да. Вот этих блестяшек, светяшек не было. Мне кажется. Но могу путать. Покатались. Сейчас привезли маму к дому. Зайдем в магнит и поедем уже домой. Завтра начну монтировать все наши видосы. Тачку я даже не глушу. Ма, давай помогу, ма. А, ее это... Я ее закрыл. А я открывал дверь. Она уже не откроется. Сейчас проверю. Все, закрыто. Давай, давай, мам. Оп, скользко. Уже сел монтировать первую серию. Я надеюсь, что дальше пойдет чуть-чуть побыстрее. Потому что я, честно, за две недели отвык от компьютера. Когда взял мышку в руки, думаю, что-то не то, неудобно. Мы сейчас с Катюхой поедем кататься, пить кофеек. Так, наше традиционное занятие. Чуть-чуть поболтаем. Потом вернемся и я снова сяду за монтаж. На улице все так же холодно. Мне кажется, я из барашка, которого купил спортмастер. И вообще всю зиму не буду вылезать. Есть предположение, что вся зима будет такая достаточно странная. То теплая погода, то опять дикие минуса. Вот. И вот эта кофточка, конечно, меня дико выручает. Она очень теплая. Плюс термобелье, которое мы купили. Марк Формелли. Я вот каждый день его ношу. Единственное, на ноги я все-таки кроссовки надеваю. Потому что в тимбах не очень удобно водить. Они такие жаркие. И у меня ноги обедают буквально через час. Ну и сама обувь достаточно жесткая. Что ты пьешь? А огушку? Я думаю, это у нас этот иммунелька. Дома небольшой срачек, но потом будем прибираться. У нас всегда так после автопутешествий какой-то разгром. Начало положено. Стирку я запустила. Так, потихонечку, полигонечку. В первую очередь на трасс отстирать. Потому что смотри, сколько он там есть, он занимает. И это, конечно, бедом создает. Я сегодня хотела его запустить в стиралке. Он туда не помещается. Серьезно? Угу. Так что я вручную буду. То есть ты его просто в ванну положишь, да, замочишь. И жмык-жмык руками. Это жесть. Я думаю, он влезет. У нас такая стиралка огромная. Чтобы вы понимали, на 8 или 9 даже килограмм. Не знаю. Он туда уже замочек есть. И он как бы на две части вот так раскрывается. И вот только одна часть запихивает. Ну ладно, что поделать. Я случайно. Так шлепнулся вообще. Я даже могу сейчас на улицу выйдем показать, как я протер машину. Сегодня небольшое потепление. Минус 19. Ночью будет 25. Вчера 30-ка была. Ну вот этой ночью. Вот. И снова солнышко. Хоть одна радость, да, Катюх? То, что в такую погоду солнце есть. Друзья, я вам предлагаю немножко кайфануть. Ой, хорошо. Я все думаю, что бы мне съесть. Может, я хочу в этот, как он, Серджио пицца. Взять там бутерброд, но вкуснейший. Который я очень люблю. Если вы вдруг на Бали. Аккуратно. Аккуратно. Чуть не шлепнулось. Да. И хотите посмотреть на снег, мороз и солнце, вот даю вам такую возможность. Тачку я поставил, как вчера, только обратной стороной. Ой, красота какая. Небо голубое. Вот это мне, конечно, нравится. Ой, красота. Да, очень. Очень. Ой, видите, тут лед. А что ты там, что отлетела? Ну, это было такое грязное сисок. Или кусок машины, да? О, да. Холод. Холод. Ладно, заводим. О, все равно машина чуть-чуть напрягается. Попки вырубаем. Я не буду сидеть. Мне очень холодно. На козынке. Ой. Вот. И давайте вам еще немножечко покажу. В Таиланде, конечно, хорошо. Но я уже рассказывал. Когда там живешь, год, два, три, хочется зимы. Вот такой температуры. Немножко ее ощутить. И потом обратно туда. Катька там что-то вкус Вилли выбирает. Провода вот так вот неожнут. Оставляй. Главное, чтобы он не треснул. И на самом деле еще и ЖК-экран, смотрите. Так притормаживает. О, видите, да? При холоде. А это? Это тоже. Да, да. Это тоже. Ну, то есть, если, не знаю, вот, выбрать что-нибудь. Вот меню, наверное. О, видишь, когда листаешь. А потом теплее становится и все окей. Заехали все Джо Пицца. Я взял себе свой любимый бутерброд, Катюшки Поки. Надо будет подождать 15-20 минут. И потом будем вкусить. Такой интересный быт у нас. Катюх параллельно там всякие штучки смотрит. Дрючки, витаминки. Мне тоже мужские надо, на самом деле, пропить. Я уже давно этого не делал. Знаете, какие я пил до этого? Адам. Наш заказ готов. Сегодня я работаю размешульчиком, да? Да. Возможно, тебе крепким покажется? Ну, аккуратно. Да. И ты макнула. Да ладно. Приятного аппетита. Друзья, вот вы смотрите домашние влоги, и наверняка у вас возникает резонный вопрос. Вот сейчас новогодние праздники. Почему вы никуда не катаетесь? Нет какой-то активности. Я вам скажу, мы жестко погрузились в монтаж. И вечера тратим исключительно на Adobe Premiere Pro. Вот сейчас я монтирую третью серию. И она вообще такая жесткая. Тут столько музыки, тут столько нарезок. Это я вам показываю чистый таймлайн. Тут еще будут подписи, тут еще будут переходы. И еще мне вот столько надо просто это нарезать. Тут видос сейчас длительность у него 56 минут. Было час 30 материала. Я уже полчаса срезал. Где-то там таймлапсы, которые я ускорил. И поэтому время сократилось. Вот, поэтому как-то так. То есть в угоду того, чтобы где-то развлекаться, сидим монтируем. Привет, друзья! Я записываю этот видосик еще через несколько дней после предыдущего кадра. С вами Балерун Андрей. Мы все так же находимся в жестком монтаже. Я, правда, смонтировал уже 6 серий. И решил, что между этим путешествием выложу еще обычный влог, который вы сейчас и смотрите. Что я сейчас буду делать? Пить кефир. Катюш тоже захотела. Поем вафельки локер. Если вдруг увидите где-то в магазине, обязательно купите. Я ненавижу вафли. Но вот эти огонь. Так, идем дальше. У меня две покупки есть. Сейчас. Сейчас мы даем, я вам покажу. Одну секундочку. Заходим в ванну. Вы же знаете, я вам рассказывал там несколько влогов назад, что я пользуюсь вот таким препаратом Биодерма против сухой кожи. И решил попробовать вот такой состав. Топик крем. Это у нас гель для умывания, а это крем после умывания. Посмотрим. Потому что у меня вот эти части очень сухие. Вот, именно вот здесь. И вот эту область я обрабатываю. И вторая покупка. Я взял себе SSD диск от компании Samsung 870 EVO на 2 ТБ. Вот такой. Да, он не быстрый. Всего сколько тут? Скорость чтения 560 МБ и запись 530. Но, чем мне нравится Samsung? Они сука надежные. Если вдруг захотите, надо брать именно на 2 ТБ и ревизии хотя бы там 22-23 года. Не хочу вам рассказывать там детали. То, что в 21 году они были поганого качества и вылетали. Вот. И здесь у меня сейчас все видосики. А диск, который я вставил внутрь компа формата M.2, он у меня будет просто как файл хранилища. Потому что, блин, отдельно классную качественную коробочку для такого диска покупать это 7000 рублей. Извините, конечно, но за 7000 можно терабайтник вот такой Samsung взять. Поэтому, ну его нахер. Вот и сижу тут монтирую. Как-то так. Катюх, что у тебя ново за эти дни произошло? У меня такой вопрос. Прям, прям сука надежный, да? Ты сейчас прям так крытишь ярко, будешь ты привыкла к темноте. Как крот. Да. Ты сказала, они прям сука надежные. Прям уверен, да? Ну, у меня 860 EVO, вообще, он 3 года работает бесперерывно, терабайтник. На него уже записано куча инфы. Вот, вот такой. Автомат Калашникова среди SSD дисков. Просто не умирает. Видите, какой срач. А что я? А мне одного стакана мало. Ну, вот твоя дача. Блин, мне на самом деле так бесит в последнее время. Вот тут надо на законодательном уровне запретить такие упаковки. Масса нет, а 900 грамм. Раньше был литр на тех, здрасте. А сейчас стали вот так вот мухлить. Бутылка выглядит примерно так же, то есть ты не отличишь. Но при этом 900 грамм. Там 100 грамм минус, там и всё. Так вот и зарабатывает, понимаешь? Женщина. Вот я сейчас пожалуюсь подписчикам. Он мне говорит, чтобы я почаще что-то готовила вкусненькое. Вот я приготовила. Мясо, которое он не ел. А я его съем. И сказал, поешь ты мясо, а я кефир с буткой буду. Ну, с вафлями. С вафлями, да. Ну. Что за дела? Я попозже ещё поем. Ну ты что, ещё не вечер, конечно. Мясо съешь. Да, конечно. Мы уже готовили, а приходится всё, вот туда. Неправда. Я всё доем. Мясо офигенное. Хорошо, хорошо. Так, и вот это мы берём. Держи вафля. А, мне некуда их. Ну, если только в карман. А, или мне, да, вот сюда. Правильно. Ну да, надо. Да, запазуху. Я как дед, да? Мне ещё газету надо. Газету надо. Вот под подмышку, да? Кроссвордики. Да. Ты чего горяешь надо мной? Скажи. Ну, такой ты уютный вообще вот в этом всё. Прям. Я уже хочу отмонтировать, блин, кавказские блоги. Вот раньше у меня видосы были, блин, по 15 минут. Сейчас, блин, по 40, по 50. А людям всё равно не нравится. Вот так вот. А я в чём? У нас обнимашек давно не было. Может, обнимемся? Может. Давай тогда перед кефиром. Пойдём. Вот такая жизнь у нас. Пойдём. Прошу. Кефир выпил. Вафли съел. Примерно 5-6 часов я уже сижу и монтирую. Немножко подустал. Наверное, сейчас запущу КС-ку. И поиграю. За эти 400 часов в этой замечательной игре я пополнил свой словарный запас матов примерно на 100 томов. Ну и пойду встречу успешных самцов, которые переспали со всеми мамами на свете. Всё, запускаем стимчик. Так, что я свою рожу-то показываю? Сейчас всё будет. Так, это у нас текущий влог. Сохраняем и выходим. Пойду жёстко, так сказать. Ладно, не буду материться. Здорово всем. Ну и вот ещё немножко вам бытовухи. Катя смотрит какую-то женщину очередную, которая там в салоны ходит и получает пиздюлей. Сейчас будем есть семечки. Я тут боржоми достал. Лимонати от боржоми. На, хочешь сейчас попробую? И будем смотреть оффлайн. Второй сезон. Очень прикольный сериал. Я прям рекомендую. Доброе утро, друзья. Сегодня всего 2 градуса мороза. Теплый, можно сказать. Хочу вам показать улучшение для своей торпедки. Я тут заказал на авито защитный фильтр. Вот такой. Сейчас вам картинки пощёлкаю. То есть он будет защищать линзу. И тут поп-фильтр. Я туда ещё мохнатки подложу, чтобы было поудобнее. Потому что у меня она вечно отваливается. Та, которая сейчас на камере. И сейчас мы будем завтракать. Катюня что-то спряталась. Кажись, сырники. Да, 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 да. Что-то она себе мало наложила. 4 штучки, мне побольше. И вот всякие вкусняшки, которые мы обычно заставляем к сырникам. Ой, только проснулся. Это вот, кстати, к вопросу. Некоторые говорят, что ты нам всё время рассказываешь про свою кривую рожу. Дело в том, что я беру камеру и сразу начинаю снимать. Никак не приукрашиваюсь. И вообще против, когда, не знаю, даже ребята тональник используют, блин. Чтобы выглядеть красивенько на камере. Мне пофигу. Как есть, так есть. Всё, мы готовы. Вот, Катюшечка моя красивенькая. Причесочку себе сделала. Мне нравится, когда ты так делаешь. Что-то раньше, когда мы жили в Сочи, ты часто делала, а потом перестала. А мне нравится. Чё так мало? Сырника? Себе. Да, ещё давай себе. Тебе есть надо. Весишь мало. Не то, что я, то ты. Творок, помнишь, мы покупали, когда ещё в магните возле мамы дома? Ну? Он, это, там вот такой, в зёрнышке. И как бы я вилкой не пыталась его подолочь, он типа не толчётся. Нет, не вообще. Вообще. Ну ты попробуй, я не знаю, просто там зёрна отдельно, мука, яйца, сахар отдельно. Да, я земляничку буду, Милку не буду. Кстати, очень прикольная паста, ребят. Очень нежная. Даже лучше, чем Нутелла. Прям серьёзно. Чё? Я привыкла, потому что обычно к сырникам я покупаю, не знаю, клубнику, голубику. Но сейчас я не знаю. Да нет, сейчас такими ценами, ну и он нахер, блин, за 5 штучек, блин, 700 рублей отдавать. Нет, точно не наша тема. Могу яблоки покрошить? Не, не надо. Всё, давай кушать. Давай, приятного аппетита. Приятного. Поехали кататься. Я такой мятый, правда. Ну ладно, ничего. Смотри, что у нас осталось с автопутешествия. Скипасы с Эльбруса. И даже талончики на завтрак. Это из Грозного. 2 января и 30 декабря 2023 года. Всё это сохраним в коробочку воспоминаний. Так, вот эту батарейку надо утилизировать. И вот наши духи. Вот это Катькины флёр наркотик. Это мои рехаб. Ну вот это, конечно, мой любимый. На день рождения мама подарила 2 года назад. И только год назад я их открыл. Всё, уходим. А, надо вот этот цвет. Согласен. Выруби полностью. Вот так бесяло время 4 с копейками. Блин, всё, уже практически темно. И в квартире меня не видно. Ну, вот так, ну, покажи. Вот. Без настроения из-за этого. Ну, одна из причин, да. То, что вот такая тягиня творится. У нас с ребенком что-то, венка, на который день-вот зарикаемся, что всё, ляжем пораньше. И вот я не понимаю, это как какое-то помыкнение сознания. У меня лежат вчера с тобой такие-то в 4.30. Нет, в 4. Ну, что, последнюю сеньку досматривали. И почему, блин, я говорю «да». Почему я говорю «да», досматривай. Зачем я это говорю? Знаю, что не надо. А самый прикол, вот мы легли с тобой в 4. Какого хера мы с тобой в 2 с копейками ставили? 8 часов сна, прибавляй. 12 часов даже. Почему мы просмали почти 11? Тем более мы не трудимся, да, каким-то физическим трудом. Знаешь, из-за чего это? Все врачи всегда говорят, что вот этот глубокий сон и вот этот мелатонин вырабатывается то ли там с 10 или с 11 до 2 часов ночи. И так как мы с тобой эту фазу вообще-то напрочь пропускаем, то наш организм не высыпается и спит больше, чем нужно. Вот так вот. Но это мне так нравится. Нужно просто ложиться в 11 до 12. Не, надо попробовать, да. Я знаю, это бесяло. У меня уже просто дико слуха где-то начинается, что вот так вот все каждый день, блин. Причем я ставлю себе будильники, я ставлю, я просыпаюсь, сижу минут 15 в телефоне, думаю, сейчас все, вот сейчас рывок и встаю. И следующий будильник, я смотрю, 2.30. То же самое было. Вот позавтракали, по сути, ты чуть-чуть помонтировала, все, темно. Да. Ну это мы сами на себя ругаемся, ребят. Не думайте, что мы ноем. Еще спрашиваешь, почему я бы уснула. Это не нытье, да, реально. Я очень сильно злюсь и на себя, и на себя. Так, чуть-чуть. Я сам злюсь на себя. Очень хочу это изменить. И, блин, все же в наших руках. Нужно просто сегодня взять, у меня есть таблеточки, я выпью мирутанинчик. И до часа точно уснула. До часа. Думаю бы замечательно. А лучше до 12. Да. И так потихоньку, блин, ну можно сегодня в час уснуть, завтра мы в 12 ужнем. Вот будем в 12 ложиться. Ну потом в 7 вечера. Нет. Перебор. Но все равно это не норма, надо менять. Поменяем, поменяем. Какой хороший плюс. О, сейчас гораздо легче заводится. Заехали во вкусную точку, взяли только кофейку. Вот. И я вам хотел рассказать новости по работе. Сегодня я жду оффер. Но при этом дополнительно я буду разговаривать с еще одной компанией. Завтра у меня будет техническое интервью на полтора часа. И если оно пройдет хорошо, еще будет одно интервью на часик. И после этого они будут принимать решение брать, не брать и готовить оффер. Я, знаете, когда еще работаю, все равно стараюсь разговаривать с несколькими компаниями, чтобы повыбирать. И в том числе там есть вот такой несколько манипулятивный способ. Если тебе дают один оффер, и ты говоришь, вот он у меня на руках, ты его показываешь, там есть определенная сумма, можно еще поторговаться и увеличить свой доход. Поэтому вот так вот поступаю. Кто-то скажет, что немножко это грязно, но я вас уверяю, все так делают. Ну и мы сейчас будем пить кофеек, болтать. Жопа, жопа, да. Что, просыпала? Нет, я не просыпала. Я вот такой пакетик случайно у меня проскользнул вот в эту дырочку вот сюда. И упал. И упал, да. И ни отсюда, ни оттуда никак нельзя его достать. То есть теперь только не знаю, сиденье снимать. Нет, отодвигать. Отодвигать. Либо какой-нибудь палочкой. Такое бывало. Ничего страшного, не переживай. Тим-тим. Короче, друзья, мы приехали в Зеленопарк. 200 раз тут мимо проезжали и все зарекались. Надо бы зайти. У нас есть цель. Самое главное, это детский мир. Потому что мы скоро поедем в Брянск. Надо Костику какой-то подарок выбрать от Деда Мороза. Чтобы не с пустыми руками. Что? Ну ладно, ты Юльку с мамой посмотрят и это... Ну ладно. А что, Юля? Да конечно. Костик-то точно не посмотрит. Чтобы я как с Темой, да, не получил. Подарок такой не показывай. Подарок нет. Сейчас заценим, что за ТЦ. Ну что, нас тут встречает со входа. Веревочный городок. И куча еды. Детские караоке? Да. Как это тоже бывает? Там в лесу родилась елочка и так далее. Да, тут много едали. Но это не номер один, который планета Суши. Теремок вон есть. Катюк, наш любимый. Так, вон атмосфера. Там батуты. Да. Слушай, прикольно они сделали. Он достаточно высокий. Смотри-ка. Ой, я, кстати, люблю на таких вот этих стенах лазить. Стена? В стенах. Да. Граммонация. Детектор. Ладно, пойдем еще посмотрим, что тут из еды и одежды есть. Ой, вообще круто, слушай. Только инструктор имеет право пристегивать страховку. Панда Парк. Что, полазишь? С удовольствием. Прямо сейчас? Вот так в целом здесь классный дизайн. Я даже не ожидал. Вот так мы игнорировали, да, его сколько раз. Вон гасим. Мой любимый ДНС. Но мы сейчас туда не пойдем, мне ничего не надо. Честно. Все есть из техники. Мне нравится, что здесь деревья с огоньками стоят. Да, очень красиво, ребят. Нравится. Прямо видим зону. Скорейщики. Да, очень уютно. И как будто улки такие, да? Очень здорово. Слушай, мне даже больше, чем в Европоле стараются. Ну, подожди, подожди, мы сейчас еще по магазинам посмотрим. Может быть, там выбор побольше, так скажем. В Инкидисе костюм смотрели, нет? Нет, не в Хендерсоне, нет. Супер степ, он есть. В Xiaomi. В Xiaomi, да. Ноу-хау, Samsung. Да, все тут есть. Ладно, друзья, если что-то купим, обязательно покажем, пока сами осмотримся. Ребят, я прям пою дифираму. Мне так нравится, как здесь пространство организовано, вот как улочки. Ёлка красивая. Ну, очень уютно, очень. Вообще здорово. О, твои магазины пошли. Локситан, Ревгош, магазин сладостей, подружка. Я аж прям отвык от этой вывески. Не переделали. Я там часто рубашки всякие приколдессы себе покупал. Это дорогая Zara. Есть и просто Zara. Логотипчик такой уже. Какая-то, знаешь, для истории записываю. Че? Даже вот, видишь, посередине стоят вот эти ряды. Они обычно все-таки какие-то стрёмненькие, много всего навечно как-то, ну, не... Не симпатично. Не симпатично, да. Здесь так чистим. Да, хорошо. Не, я уже не раз сказал. Прикольно здесь. О, бетришка. Бетришка. Ох, как бы я сейчас с удовольствием на таком прокатился. А, да. Только, чтобы тепло было. Да, Honda. Да. соскучилась? Блин. Я очень хочу кататься. Ну, хочешь, летом тебе куплю 50-кубовый? Я по Москве боюсь. Ну, можно за городом кататься. когда зажимаешь на кнопочку и ключик. В старых ключики, а в новых уже... Ну, да, брелки. А вот тут, смотри, должны быть зеркала, но их отвинтили. Вот так вот. Фонда. Помочки. О, кстати, тут зеркало. А, хочешь прикрутить? Катя заприметила фотобудку. Давай фотку сделаем. Ты хочешь? Не сейчас. Развлекательная. Не сейчас? Да. А посидеть на кресле покайфовать не хочешь? Не хочу. А тут надо герку сканировать. И, кстати, если ты ни разу своего телефона это не делал, то тебе будет 10 минут бесплатно. Серьезно? Я ни разу не делал. А я делаю. Давай я бесплатно 10 минут посижу. А я, значит, буду платить. Да. Ну, как ты? Я в смысле? Не, давай реально 10 минут. Они же крутые, я могучие. Тут обычно стомик посередине, а его нет. Да, это, конечно, неудобно. Кофеек непонятно куда ставить. Но можно вон за аппарат. Что там? А, ну вот, кто-то не выдержал, да. Потому что столика нет. Выбираю 10 минут за 200 рублей. Разрешаю. Оплатите массаж. Так, как мы будем платить? Через СБП. Так, дальше вам не нужно смотреть. Ой, как классно. Ой, хорошо. Оно такое мощное, прикольное. Оно реально сжимает. Я вот первый раз в жизни, ребят, пробую. Кто-то скажет, конечно, но это, блин, дожил до 24-го года. Очень классно. Блин, стоит, конечно. Единственное, у меня голоман где-то вот здесь, и оно вот здесь мне массирует, массирует. А, короче, мимо. Знаешь, чем больше понравилось? Почему? Какое-то было кресло. А, я помню. Восконе. Восконе. Оно подстраивается под рост и под твою вообще массу тела. И вот там было прикольно, потому что у меня массировали не мозг, а шею, как положено. И вот это прикольно. Зачем тебе мозг зашли в детский мир. Слушайте, ну, тут достаточно много конструкторов лего. Я почему-то сразу сюда пришел, чтобы посмотреть, насколько тут разнообразные выборы, потому что в мире кубиков практически ничего новенького. Тут и Сити серия есть, и Архитектор, и еще какие-то приколдесы. Бэтвинг, есть обычная серия классик и Криэйтор. Супер Марио, Майнкрафт, и с обратной стороны есть даже Дупло. Достаточно много наборов. Но все, конечно, ребят, подорожало просто люто. 14 тысяч, я думаю, до СВО это стоило тысяч шесть, не больше. Ну все, X2 просто стало стоить. А Катюня что-то заинтересовало. У меня в детстве было что-то типа такого либо такого либо такого микроскопа. Микроскопа, да. И прикинь, там реально было видно. Я вот мелко смотрела, там были стоплышки уже скотчем заклеены, там типа крыло, там стрекозы или еще что-то, или луковица какая-то. Я это рассматривала и реально видны прям все частички. Ну я не знаю, смотри. Мы ничего себе не купили. Походили, посмотрели, отложили. множество решений. Сейчас пришли в тремок, покушаем и поедем уже в сторону дома. Наш готов. Я забираю. Как обычный. А мне что-то надо им показывать там или нет? Я забирала заказы, это просто на камеру не попадало. Идет и говорит как обычно. Ну такой ты вообще. Жук, да? Да. Такой ты пиздобол, да? Да, да. Какой-то тут элитный тремок, ребят, тут прям в настоящих тарелках наливают, салатик. Мы с подругой с Аней ездили в Брянске и вот на Кирском вокзале там рядом это цешка точно такой же. Первый раз я увидела удивительный европейский. Мы сейчас катаемся, у нас впереди газелька R571NN 750 регионы и только что наблюдали как она задним ходом сдавала и прилетела в дверь какой-то Kia. Маленький кусочек я возьму у Катюхи и покажу вам. Ну что, ни в чем не бывало, хоп, поехал. Причем стукнуло раза три. Ровно такая же история видимо была и у меня с Вольво, когда я пришел, а у меня там коцка такая нехилая. И в итоге это попадалось на 25 тысяч рублей. Я до сих пор не заделываю эти сираны. Народ вот такой стукнул и поехал. Обидно, конечно. Я вот думаю, надо эту видеозапись найти номер владельца через телеграм-бота и скинуть. Пусть развлекается. Потому что по идее за вот такую херню можно права отбирать. Уехал с места ДТП. Все. До свидули. Я, конечно, все понимаю. У него там газель, он там пытался вылезти. Понятно, он не специально. Это не его какие-то навыки, умения должны были проявиться. Это лед, это снег, это погодные условия. Но раз так получилось, да, ему не повезло. Он скатился на эту машину раза три. Ну, я слабо представляю, если бы я кого-то коцнул, я тебе в такой оп, и погнал. как-то найти владельца и сказать, что, чувак, я тебя задел, давай оплачу. Записку, записку, да, мой косяк. Ну, а что, мы, понимаешь, в машине сидим, это твоя ответственность. Дружочки, пирожочки, я, наверное, буду заканчивать этот влог. Он получился достаточно длинным. У меня сейчас будет собеседование с еще одной компанией. Один оффер я уже получил, я просто рассказываю вам апдейт, который у меня произошел. Ну, и в целом не забывайте опять же меня поддерживать лайками, пишите комментарии. Я надеюсь, вам нравятся ежедневки такого формата. Кто-то скажет, что очень длинные, но получилось как есть. И следующий влог у нас будет уже из Брянска с точки зрения ежедневок. Мы завтра поедем туда на несколько дней. Примерно так. Все, друзья. Встретимся в следующем влоге и пока. Субтитры сделал DimaTorzok